Сегодня очень эмоциональная и убедительная победа Добрыни над Никой. Очень важная победа с точки зрения турнирного положения. Добрыни уже не опустится ниже второго места. Можно считать сезон успешным. С нами Андрей Фалин, автор очень важного первого забитого мяча. Андрей, привет! Как тебе матч? Координационный первый вопрос. Как все складывалось? Расскажи свои впечатления. Но игра была, скорее всего, тяжелая. Все боролись за мячи, все старались. Никто не сдавал назад. И все знали, что если мы проиграем, то это уже минимум третье место. И все играли на победу. Андрей, ты добавился в команду в этом сезоне. Расскажи, как проходит твоя акклиматизация. Я смотрю, ты уже стал таким железным игроком основного состава. Скажи, как складывается вообще общение с ребятами? Как тебя получается влиться в команду? Все прошло отлично. Мне сразу влился коллектив. Играл даже после, скорее всего, первых тренировок, после первой игры, когда я попал в команду, уже Иван Андреевич был удивлен. Как сказать, уже увидел во мне какие-то качества защитника. И после этого начал выставлять уже в основной состав. И дальше я старался, показывал себя, набирал форму потихоньку. Скажи, на твой взгляд, ты очень много матчей провел, именно вот таких решающих, с лидерами, с соперниками, которые борются за те же самые высокие позиции. Кто, на твой взгляд, на поле, с кем ты играл, самый сильный соперник для Добрыни был в этом году. Ника, может быть, Авангард. Кого бы ты выделил? Ну, я считаю, это, скорее всего, Авангард. Он же с нами борется за чемпионство. Ну, а так, может, выделил бы Аполли с Шор. Остальные и так более-менее пониже назвали. Матч с Аполлием был для тебя принципиальный? В глубине души. Честно, я эту игру не играл. И это было решение тренера, я не знаю, как его прокомментировать. Ты, я знаю, играл в Аполлием. Скажи, вот как удалось прийти в Добрыню, да? Как ты вот именно нашелся-то, скажем так? Ну, это все благодаря Кирилу Романовичу. Я с ним в одном институте и пригласил. Просто нет возможности играть в Аполлием. А тут приглашение, я согласился. Ну, и даже рад, что в Добрыне играю, и все хорошо. На сегодняшний момент как чувствуешься? Отлично. Ну, давай традиционный последний вопрос. Твои пара слов болельщикам. Сегодня был очень красочный матч, да? Такое даже ощущение сложилось у меня лично на трибуне, что мы играли в гостях. Очень большой десант про приехал из Покрова. И в честь им и хвала. Твое, скажем так. Не, большое спасибо, поддержка чувствовалась. Все слышали и были рады, так что они были вместе с нами. Спасибо, Андрей. С победой. Красавица. Спасибо.